Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Штраф за пластиковый стаканчик теперь и на земле обетованной. Ни дыма, ни огня в Израиле полностью запретят рекламу сигарет и табачных изделий. Воспитание по-еврейски. Почему так важен выбор кошерного детского сада? Сотрудники дипломатического корпуса Испании в Израиле объявили забастовку из-за дороговизны жизни в еврейском государстве. Они жалуются, что их зарплаты, которые выплачивает правительство Испании, не индексируются уже 13 лет и требуют ее увеличения не менее чем на треть. Большинство из бастующих не являются дипломатами и относятся к административному составу. Они указывают, что подражание шекеля по отношению к доллару привело к тому, что их гонорары уже приблизились к минимальной заработной плате в Израиле. Кнесет разрешил штрафовать за использование одноразовой посуды на пляжах Кармелия. Речь идет о 42 километрах побережья, которые за год посещают около 3 миллионов человек. В то же время депутаты внесли в муниципальный закон исправление, снизив размер штрафа с 750 до 105 шекелей. Новое введение вступит в силу после подписания министром внутренних дел и публикации в бюллетене Ришумот. Схожие муниципальные законы были утверждены мэриями Илата, Тель-Авива, Герцли, Кирьяд-Бялика и регионального совета Ховашкелон. Депутаты Кнесета одобрили в первом чтении законопроект о полном запрете рекламы табачной продукции в печатных СМИ к 2030 году. Напомню, что на радио и телевидении Израиля она уже запрещена. За нарушение закона предусмотрены высокие штрафы. По данным Минздрава, снижение числа курящих на 1% приводит к спасению 70 граждан в год. От тяжелых заболеваний легких избавится по меньшей мере около 500 молодых израильтян. Отмечается, что к употреблению сигарет на душу населения в мировом рейтинге Израиль занимает 44 место. В 30 километрах от побережья Тель-Авива на глубине от 450 до 1200 метров Средиземного моря обнаружили подводный массив. Редкие кораллы, кальмары, акулы, метановые источники, места размножения исчезающих видов, таких как Атлантический синий тунец. Министерство охраны окружающей среды сообщили, что новый морской заповедник будет находиться под их защитой. По данным Общества защиты природы в Израиле, этот район был открыт только в последние десятилетия. В Баку первый женский еврейский конгресс провел церемонию выпечки хал Афрашат Хала, в рамках которой был открыт благотворительный сбор для программы «Солнечные дети». Женщины помолились о мире на земле, в каждой семье и душе. А 25 мая в 18.00 в Москве выпечку халы проведут в честь Дня спасения и освобождения. В рамках мероприятия будет произнесена коллективная молитва о спасении души каждого еврея, о благословении Всевышнего и об ускоении душ героев, пожертвовавших своей жизнью ради будущего всего человечества. Помимо этого состоится церемония награждения активных участниц программ конгресса по трем номинациям. Представитель Всевышнего на земле, ветеран Великой Отечественной войны и мать-героиня. На сайте jackal.ru, где собрана информация обо всех захоронениях на еврейском кладбище Петербурга, появилась возможность рассказать о каждом, кто здесь похоронен, вне зависимости от его достижений. Можно написать краткую биографию, поделиться воспоминаниями, добавить ссылки на другие источники, прикрепить фотографии и документы. На сегодняшний день на сайте размещена информация о более чем 100 тысячах умерших. Данные собирались вручную, переписывались в могильных плит, поэтому возможны ошибки. Воспитание по-еврейски. Чем оно отличается от других? Чего начинается? На что стоит обращать внимание родителям? И как правильно выбрать детский сад? Лена Молзок расскажет подробнее. Родители оберегают своего ребенка с первого дня его жизни. Но наступает момент, когда он выходит из уютного семейного круга, чтобы ощутить свою принадлежность к большому миру. Детский сад – это то место, где ребенок учится анализировать свои поступки и заводить первых друзей. Очень важно, чтобы там царила комфортная атмосфера, работали дружелюбные воспитатели, и это время спустя много лет было связано только с теплыми воспоминаниями. Мы очень рады, что уже не первый выпуск у нас есть, и родители приводят следующих своих деток к нам, потому что они знают, что у нас хорошо. У нас есть педагоги, которые работают с открытием. Большинство педагогов, они стабильны, не меняются. Десять лет назад на юго-западе Москвы открыл свои двери еврейский детский центр «Мигдал Ор» с инновационной программой обучения и воспитания, направленной на всестороннее развитие ребенка. Оно включает разнообразные творческие занятия, физическое развитие и образовательные дисциплины, помогающие подготовить ребенка к школе. Дети заняты, у них полноценная программа, у них насыщенный день, они гуляют, они в безопасности, к ним приходят разные педагоги, им интересно и весело здесь. Они много-много знают из детского сада, и многие дети даже дома стараются научить своих родителей рассказать, как что-то делать. В этом сказочном месте малыши становятся замечательными взрослыми. В «Мигдал Ор» никогда не бывает скучно. С первых дней малыши погружаются в атмосферу еврейских традиций. В игровой форме вырабатываются навыки благословения еды, молитвы, встречи субботы и многое другое. Все это формирует у ребенка и у родителей ощущение сопричастности, вовлеченности в жизнь еврейской общины. Общение и обучение проходят на нескольких языках. Искусство, танцы, спорт и музыка, душевный персонал – все это гарантия того, что таланты каждого ребенка будут раскрыты и поддержаны. Занятия простраиваются разными техниками, чтобы мне было скучно. Я и рассказываю, и мы рисуем, и лепим, и что-то творим, и отправляемся на экскурсии. Каждую неделю у нас есть каббалат-шаббат. Мы с ними проводим очень весело, дети это очень любят. Первая хаузерка. Ты самая первая? Самая первая. А все, что ты делаешь? Мне нравится начинать и заканчивать урок на веселой ноте. В начале урока мы вместе поем песню, мы приветствуем друг друга, а в конце мы танцуем, поем, и я награждаю их. Каждое утро, оставляя своего малыша в группе, родители могут быть уверены, что ребенку будет тепло, уютно, весело, интересно, вкусно и безопасно. А забирая малыша домой, родителям надо быть готовым к долгому рассказу об огромном количестве впечатлений о проведенном дне. Ребенок может выбрать все, что ему по душе. Если ему интересно на шахматах, если ему интересно на английском, интересно больше традиция. Традиция. Всегда педагоги готовы дать дополнительные задания, немножко позаниматься, так, чтобы у ребенка проявилось то, к чему есть какие-то стремления. Вот уже более 10 лет успешной работы, педагогический коллектив воспитывает детей в любви и согласии. Администрация учреждения очень внимательно относится к подбору кадров, поэтому все сотрудники здесь имеют профильное образование, опыт и хорошую репутацию. Центр создан под патронажем Федерации еврейских общин России. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Все больше русскоязычных зрителей из разных уголков мира выбирают первый еврейский. Если вам тоже нравятся наши видео, присоединяйтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok